здравствуйте в эфире новый день этот вид спорта называют шахматами в движении этим навыкам еще пару веков назад должны были обладать все мужчины благородных кровей в конце концов это выглядит изящно и романтично сегодня мы решили познакомиться поближе с фехтованием для того чтобы начать заниматься фехтованием нужно лишь желание никакой подготовки не требуется уверяют те кто давно держит в руках шпагу обучение фехтования начинается защита то бишь эта маска эта фехтовальная маска не шлем не каска именно маска и колет колет сделан с достаточно плотного материала охраняет организм от попаданий но удары будут чувствоваться фехтование довольно полезное занятие она положительно влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы при этом задействуются все группы мышцы спина и бицепс с трицепсом и грудные мышцы основная же нагрузка идет на ноги здесь мы развиваем скорость динамику да то есть мы развиваем моторные качества однако фехтованием начинают заниматься не для того чтобы улучшить здоровье здесь другие приоритеты мы строим некие отношения до которых я должен обмануть обхитрить или наверно даже может быть в лобовую но победить противников и как бы вырвать победу то есть это дорого стоит травмы фехтовании случаются крайне редко единственный минус возможны синяки и заточков рапирой спасти от этого может хорошая защита для девушек есть специальная защита то здесь есть хитрость для девушки защита то есть мы код да для девушек специально есть бандаж пластиковый достаточно плотный то есть он держит удары к вам девушки довольно часто берут в руки шпагу и способны на равных противостоять мужчине уверяют профессионалы дело в том что фехтование не важен возраст и телосложение. Здесь главное быстрый ум и отточенная техника. Масса тела, возраст и все остальное ну, честно говоря, не имеет значения. Почему? Потому что техника очень интересная и она приспосабливается к тому, что может человек, кто в спортсоне нет у человека, да, у него рост почти 2 метра и вес килограмм, наверное, 120. То есть, поверьте мне, и с ним хрупкая девушка дерется на равнах. Быстро освоить фехтование не получится. В среднем, чтобы научиться базовым вещам, новичку понадобится 3 месяца. В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках. Отныне автомобилисты, что движутся по кольцу, получают преимущество перед теми, кто въезжает с примыкающих улиц. Новые правила призваны сделать движение более безопасным, отмечают эксперты. При этом существует вероятность, что перед въездами на кольцо будут возникать заторы, отмечают автолюбители. В следующие выходные наша хоккейная дружина проведет домашнюю игру с командой из Ростова-на-Дону. Матч пройдет в Ледовом дворце Чебоксары-Арена в начало в час дня. Кстати, в этом сезоне богатырям уже доводилось сражаться с ростовчанами. Тот, кто первым вспомнит и пришлет нам ответ, чем закончилась предыдущая встреча команд, получит билеты на следующую. Каждое утро программа «Новый день» делает ваше утро добрым. Новый день – это позитивные новости и подарки. Отвечайте на вопросы ведущих. Заходите на наш сайт. Ищите кнопку «Новый день» и выигрывайте. Новый день – новые призы. А у меня на этом все. Ну а завтра, завтра будет новый день.